и снова здравствуйте друзья большое путешествие до большого сочи продолжается как вы думаете где мы по названию догадались в салониках это буквально сразу на выезде из лазаревского если ехать в сторону сочи немного прогуляемся покажем вам коротко что это за место отдыха сразу из плюсов подмечу без проблем припарковались также можно было и ближе даже подъехать ну мы метров 100 пешочком прошли получается 200 до моря так о фрукты и овощи если это кому интересно давайте сразу сходу цены здесь черешня 400 нектарин нектарин 250 персик 250 абрикос 250 проходим через туннель это такой переход под железнодорожным мостом путепроводом сразу то что вижу отсюда это все-таки чистая прозрачная вода здесь я первый раз сколько раз ездил в сторону сочи сюда ни разу не заезжали наверстаем упущенное это наверное конечно относится к администрации к людям недоноском ну показываю как плюсы так и минусы не знаю как можно на пляже сложить кучу мусора а я знаю как один недоносок положил бутылку другой несет такое самое быдло бросила дальше человек идет думает о наверно такой недоносок полубог который вроде бы идет думать но я цивильный культурный человек вот тут наверно мусор складывают ну тоже положу и все понеслась так каждый думает о здесь наверно мусорка так и получается целая гора мусора друзья по поводу воды давайте больше не будем негативить чистая прозрачная такой бирюзовый оттенок действительно очень приятно наблюдать манит искупаться и давайте же поговорим о погоде согласно гидромет youtube папа с югоцентру воздух на 28 июня 23 года 27 градусов тепла на обеденное время даже несмотря на волны посмотрите насколько такой бирюзовый оттенок а красота-то какая и водичка даже теплее чем в лазаревском 25 градусов тепла если округлить давайте прогуляемся немного по пляжу да по поводу дна конечно камушки не самые приятные чтобы заходить по поводу берега то же самое не самое приятно чтобы расстелить подстилку какой-то гном тут валяется на пляже еще о минусах это все таки все та же железнодорожная железнодорожная железная дорога то есть конечно проезжающие поезда меня лично ну так немного смущают как вы это правильно выразиться такой отпечаток негатива остается когда ты лежишь загораешь и такой проезжает гудок ту-ту и ты подскакиваешь в общем ну это почти на каждом курорте начиная от обсе до адлера бананы таблетки узнаем цены не актуальна услуга сказали сегодня не работаем и цены не подскажем а может постеснялись на камеру ну да ладно узнаем еще из удобств шезлонги под зонтиком по поводу малолюдности пляжа но судите сами я думаю смело можно сказать это малолюдные пляжи и столь чистая прозрачная вода даже несмотря на волны андрюха уточнил сколько три часа 250 рублей 1 шезлонг место купания детей специально отведено здесь отвели но здесь на ракамушки на берегу получше будут помельче заход моря так вообще такая мелкая мелкая галька но это до той глубины какую я вижу то есть от глубины по колено все-таки покрупнее камушки будет будут чем здесь было вот такое все покрытие интересное предложение по поводу бунгало 1200 сутки и можно дешевле если на час либо меньше либо там либо три часа до то в общем такое по моему самый дешевый вариант да такое экзотическое кафе с интересной крышей креативной ко всему сказанному добавлю я не вижу здесь никакой набережной чтобы прогуляться может быть в ту сторону второго лазаревского так в принципе колесо обозрения отсюда не так далеко находится то есть чисто теоретически можно и пешком пройтись либо как свое время ломоносов до из архангельска в москву позже д путям друзья понравился обзорчик поддержите лайком двигаемся дальше так у нас гораздо сузилось время нашего пребывания большом сочи планируем посетить абхазию и тому же будем возможно если вы смотрите это видео то мы уже отдыхаем в абхазии понравилось поддержите лайком обнял приподнял увидимся пока пока